Хорошо, тогда будем переходить ко второй части. И рассматривать отрывок, который по праву считается одним из знаковых в Священном Писании. Настоятельно рекомендую вам в своем изучении Священного Писания познакомиться со всеми его классическими текстами. Я очень рад, что после своего обращения к Богу в возрасте 18 лет я попал под крыло навигаторов. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал об этой организации? Да. Это евангелизационная организация, которая с особым пристрастием относится к заучиванию библейских стихов. Я благодарен им за то, что теперь знаю далеко не один десяток стихов. Так что, если можете запоминать, учите. Однако, не менее важно знать и классические библейские тексты. Такие, например, как обетование, данное Богом Аврааму в Бытие 12, которое в качестве темы будет еще неоднократно всплывать на наших занятиях. Это как раз и есть пример такого классического текста, который мы будем анализировать. Итак, познакомьтесь с подобными текстами. И еще, искренне советую вам не только по возможности заучивать библейские стихи, знать классические фрагменты, видеть эпохальные библейские события и тексты, обладающие большой объяснительной силой, но, помимо этого, также познакомиться и с библейской аргументацией, с доказательной силой книг. Например, к числу наиболее актуальных сегодня книг Библии относится книга с самых разных сторон, сложная для понимания и толкования, особенно для новообращенных. Это послание к евреям. В ней столько всего ветхозаветного о священниках, заветах, жертвоприношениях и тому подобное. И вместе с тем, какой аргумент оно в себе несет? Это окончательность, достаточность и главенство Христа. В мире, где господствует многоверие, нам важно знать аргумент послания к евреям. Аргумент главенства, достаточности и окончательности Христа. Возьмем другую новозаветную книгу, послание к Колоссинам, которая, помимо всего прочего, преследует цель опровергнуть ересь, характерную для Нью Эйдж, то есть религий нового века, с их акцентом на мистических видениях, ангелах, уровнях духовного мира, которые необходимо пройти, чтобы достичь, так сказать, высших духовных эшелонов. Какую же идею отстаивает послание к Колоссинам? Идею, что во Христе мы находим всю полноту. В нем, а ни в ком и ни в чем другом. Итак, эти библейские аргументы надо знать. Я думаю, что тот, кто пусть даже не знает на память какие-то библейские стихи, но знаком с классическими текстами Библии и основной библейской аргументацией, уже прекрасно подготовлен к служению. И наоборот, знание одних лишь стихов и неумение видеть их место в общей конве истории искупления, это, на мой взгляд, серьезный минус тому, кто претендует на роль библейского исследователя и преподавателя. Ну что ж, Галатам 3. Давайте откроем третью главу послания к Галатам. Буду читать ее из английской стандартной версии или английского стандартного перевода. Возможно, я уже говорил вам, и наверняка отмечал это в других группах, нам выпала честь иметь доступ ко множеству прекрасных переводов Библии. У каждого из них свои достоинства и недостатки. Весьма полезна новая международная версия, новая пересмотренная стандартная версия. Вряд ли среди них можно выделить откровенно плохие или безупречно выполненные переводы. Некоторые люди, как бы приписывая самой аббревиатуре новые значения, называют ESV исключительно надежным переводом. Я же пользуюсь им потому, что получил бесплатный экземпляр. Но разве это не серьезное основание? Итак, позвольте зачитать вам фрагмент третьей главы, начиная с 15 стиха. Я долго не мог определиться, с какого стиха начинать читать. Никак не мог решить, поэтому и задание по электронной почте прислал вам не сразу. Можно было бы начать с 9 стиха, с 15 или 26. Я же остановился на 15-м. Потому что в исключительно надежном переводе данная глава разбита именно так. Но только в этом переводе. Кое-что о галатах нам известно. К этим людям из Малой Асии в своем послании обращается апостол Павел, ибо у них возникло искушение как-то соединить Христа с Моисеем и сформировать некую гибридную веру. Не без помощи каких-то людей из Иерусалима, которые стояли на страже иудаизма. Они, безусловно, признавали Иисуса Мессием, но все же считали, что принадлежать Божьему народу значит быть добропорядочным, иудеем или язычником. А посему подумали, они хорошо бы добавить сюда и закон Моисея. Павла это совсем не обрадовало. Зная вы галатов, вы бы понимали, что это раскаленный до бела материал. Уже в первой главе звучат слова упрека в адрес галатов. Павел восклицает, кто обольстил вас, отчего вы отошли от Евангелия. Совершенно очевидно, что все послание пронизано его пастырскими чувствами. Оно содержит великолепное утверждение, именуемое многими хартией христианской свободы. Данное послание любили и Лютер, и Кальвин. Воистину потрясающее письмо. Блестящий труд. Позвольте начать с 15 стиха 3 главы. Братья, я говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Так что обетование потеряло силу. Ибо если по закону у наследства, то уже не по обетованию, пишет Павел. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукой у посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог един. Не очень-то простой стих, малопонятный, как его характеризует большинство комментаторов. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеглись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, Абба Отче. Посему уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Итак, по мере того, как мы будем рассматривать различные темы в рамках нашей схемы, которую я показывал в классе, в первой части я предложу несколько общих замечаний касательно темы, а во второй части мы изучим один из классических библейских текстов, который резонирует с данной темой. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Очень надеюсь на то, что к концу нашей совместной работы мы разберем 10-12 таких текстов, текстов, предлагаемых для изучения. Первым из них будет как раз этот, Галатам 3.15, 4.7. Сейчас я бы хотел, чтобы вы, как мы это делали, работая над книгами Бытие 1.3 и Откровения 20.22, попытались определить, что вы из него можете извлечь. Если хотите, можете работать самостоятельно. Другой вариант это объединиться с кем-то еще и исследовать этот отрывок вместе. Попробуйте ответить на предложенные мной вопросы, а потом, возможно, и на те, которые возникнут в ходе вашего обсуждения. Какой отрезок библейского нарратива он охватывает? Какие существенные идеи библейского прошлого он отражает? Какой свет данный текст бросает на прогрессивное откровение? Есть ли здесь элементы преемственности и прерывности? Каков основной смысл или смыслы данного фрагмента? Я выделю вам на это какое-то время, а затем мы попытаемся осмыслить данный текст вместе и посмотрим, что нам удастся из него извлечь. Посмотрим, насколько феноменологично наше чтение, насколько мы способны извлечь из него уроки в ходе изучения Писания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok